Доброе утро, братья! Это Санкт-Петербург. История, которую все мы знаем. Первая царь, 17-я глава. Это история о том, как Давид победил Голиафа. Но вот интересный здесь сюжет. Вы помните, когда Голиаф выставлял себя и говорил, что дайте мне человека, мы с ним сразимся. Вот тут давайте 1-я царь, 17-я глава, 10-й, 11-й стих. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина. И очень испугались и ужаснулись. Вы знаете, очень интересная история, чем? Я вот размышляю над этим эпизодом и смотрю. Два войска стоят один против другого. Израильская и филистимская. Выходит Голиаф, конечно, воин от рождения, 2,5 метра ростом. Наверное, весь в шрамах. Наверное, у него устрашающий вид. Наверное, есть чего бояться. Но вот интересно сказано в одиннадцатом стихе, что когда они услышали слова, которые говорил этот филистимлянин, то все израильтяне испугались и ужаснулись. И вы знаете, интересно, что на самом деле сражения потом не было. И мы знаем, кто выиграл это сражение из этой истории. Но вот о чем я подумал. Что зачастую в нашу жизнь приходят какие-то трудности или мы стоим перед каким-то выбором или перед какой-то задачей, проблемой, какой-то скалой. Интересно, если мы иногда начнем задумываться, что нам это будет стоить, и начнем задумываться о преодолении. Бывает так, когда ты поразмышляешь, что тебе кажется, что тебе невозможно преодолеть. И интересно, что ты заблаговременно испугавшись, можешь не пойти вперед и не проходить какие-то трудности и проблемы и не понять, можешь ли ты выиграть или нет. Я знаете, о чем подумал? Иногда вот этот страх оценки, он останавливает тебя от лучшего пути, от победы, от того, чтобы что-то завоевать или что-то изменить в своей жизни. Возможно, что-то преодолеть. Итак, из этого стиха я вижу, что из этой истории, что они, не начав сражаться, уже испугались. Возможно, в нашей жизни бывает так, что мы очень много размышляем над тем, куда нам двигаться, в какую сторону нам идти, и если мы видим, что это сложно или трудно, бывает, что начинаем бояться. Итак, друзья, мы, возможно, можем остановить себя от какой-то победы или от развития нашей жизни. Так вот, давайте не будем бояться, бояться заранее, давайте будем просто двигаться вперед, и если Бог нам говорит и дает какую-то уверенность определенную, давайте не будем смотреть на обстоятельства, а будем просто идти вперед, вот, для того, чтобы увидеть победу в нашей жизни. Будьте благословенными. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!